Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на торговой сессии в понедельник. На этой неделе и на следующей Артем Деев будет отсутствовать, я буду его заменять. Меня зовут Александр Наконечный. Давайте для начала разберем события, которые у нас были на прошлой неделе. В первую очередь это события, связанные с ФРС. Федеральная зерновая система на прошлой неделе уже третий раз подряд снизила базовую ставку на 25 базовых пунктов. Есть прогнозы, что скорее всего в этом году новое снижение ставки мы не увидим, но в 2020 году она будет весьма логична и весьма вероятна. Также сегодня в России праздник День народного единства, но как известно деньги не спят. Чуть попозже мы с вами обсудим ключевые события, которые актуальны для сегодняшнего дня и для текущей недели. Кристин Лагард, новая глава Европейского центрального банка, на этой неделе будет впервые давать официальную свою позицию по монетарной политике, что в принципе сейчас ждут множество трейдеров, чтобы понять, как Европейский центральный банк будет дальше вести свою политику. И уже сейчас вот на этом фоне мы видим достаточно сильное движение, например, по евро-доллару. Евро-доллар сейчас находится в активной фазе роста и, на мой взгляд, в ближайшее время мы достигнем такой отметки, как 1, 12, 50. Ну, как раз таки на фоне вот таких вот ожиданий. США и Китай, как известно, переговоры у них были сорваны, но Трамп все-таки решил, что подписание договора, первое подписание, будет именно в США. В Китае они договориться не смогли, но тем не менее прогнозы пока положительные. И посмотрим, чем это закончится. Если рассмотреть ключевые события, которые сейчас актуальны на рынке, я бы здесь отметил в первую очередь индекс S&P 500. Индекс S&P 500 на прошлой неделе пробил максимум 3030 долларов. На текущий момент торгуется на уровне 3060-3068, и это далеко не предел. После того, как индекс S&P 500 прибивает максимум, он, как правило, растет еще длительное время. На мой взгляд, это текущая цель, это 3200-3190. Потенциал роста есть, потенциал роста огромный. И здесь также способствует, в первую очередь, политика федеральной зерной системы, политика новая на ожиданиях ECB. S&P 500 сейчас является таким основным индикатором того, что происходит. Австралийский доллар к американскому доллару чем-то схож по графику также с евро-долларом, также находится в аптренде восходящем. И, на мой взгляд, что движение вверх продолжится, и потенциальная цель это 0.70, 0.71. По австралийскому доллару сейчас в Австралии в целом хорошая ситуация, поэтому мы будем видеть в ближайшее время, на мой взгляд, укрепление австралийского доллара по отношению к американскому. Также достаточно важно будет отметить металлы, наш ключевой металл золота. На прошлой неделе мы увидели на золоте такой достаточно сильный уровень, это 1515. Золото все-таки выросло, но до верхней границы. И пробить ее мы не смогли. В понедельник такие ключевые уровни бьются достаточно редко, поэтому, скорее всего, мы сейчас увидим с вами какой-то небольшой отскок, и перед продолжением тренда можно половить небольшую коррекцию на продажу. Но в целом тренд восходящий, думаю, в перспективе, в долгосрочной перспективе 1550 мы увидим в самом скором будущем. Ну, вам хочу пожелать успешной торговли. Всем пока!